Каждый день мы вынуждены заключать сделку сами с собой и идти на компромиссы. Это касается практически всего, включая покупку и выбор смартфона. Если мощный, значит лопата, если небольшой бюджет, то значит китаец, а если не дай бог захотелось безрамочный дисплей, то придется и вовсе почку продать. Но этот обзор я объявляю зоной свободной от компромиссов. Сегодня речь пойдет о более компактной версии японского флагмана Sony Xperia XZ1. Отсюда и название XZ1 Compact. Скажу сразу, что в данном случае любители и сторонники фразы «размер имеет значение» явно окажутся в стороне, ведь на рынке практически нет телефонов небольшого размера с топовыми флагманскими характеристиками. Так что эта модель на новеньком восьмом Android Oreo однозначно заинтересует многих пользователей. Но перед тем, как углубиться в технические детали, предлагаю рассмотреть XZ1 Compact поближе. В глаза сразу бросается фирменный дизайн смартфонов Sony. Это строгие и изящные линии корпуса, уже привычная многим кнопка включения со встроенным сканером отпечатков пальцев и знаменитый модуль камеры, о невероятных характеристиках которого мы поговорим чуть позже. Основным материалом корпуса, который уже традиционно для японских смартфонов защищен по стандарту IP65-68, выступает армированный стеклопластик. Такое решение позволило достичь очень необычного эффекта. Тактильно ваш смартфон ощущается как металлический, но вес при этом как у пластикового. Материал очень стойкий к отпечаткам наших с вами пальцев, что безусловно порадует бедантичных пользователей. Сверху и снизу Sony VX Z1 Compact почему-то такие решили оставить металлические вставки, которые отдают приятным холодком. На корпусе, кроме вышеупомянутой кнопки включения, вы также обнаружите качельку громкости, слот для сим-карты и карты памяти, гнездо зарядки USB Type-C и невероятный всеми любимый дорогой сердцу разъем для наушников. Ребята из Sony, вам респект! Кстати, звук в наушниках телефон выдает действительно очень крутой. По всей видимости, это заслуга поддержки формата High Resolution Audio, кодека DCE-HX Clear Audio плюс Clear Bass, которые обеспечивают сбалансированные частоты, кристально чистый вокал и мощные басы. Что же касается фронтальной панели XZ1 Compact, на ней расположились два мощных стереодинамика и 4,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD, который бережно покрыт стеклом Gorilla Glass 5. Уверена, многие сейчас скривились, мол, фу, HD разрешение. Но у меня для вас две новости. Первая, во всеми уважаемом iPhone разрешение практически идентичное. А вторая новость в том, что 750p в сочетании со сравнительно небольшой диагональю выдают плотность пикселей в 320 ppi. А значит, смотреть пиксели на дисплее XZ1 Compact вы сможете разве что под увеличительным стеклом. Так что долой эти ухмылочки. Как известно, смартфоны Sony всегда славились своими камерами, и XZ1 Compact не стал исключением. Скажу честно, о камере этого смартфона можно с чистой совестью делать отдельный обзор, потому что она способна ну на просто невероятные вещи. Начну с главного, с основной камеры Motion Eye. И поверьте, разрешение в 19 мегапикселей далеко не главное ее преимущество. Главный секрет этого модуля в том, что он обладает своей собственной встроенной памятью, который позволяет этой камере делать то, на что другие попросту не способны. Речь идет о съемке видео с частотой в 960 кадров в секунду, а это в четыре раза больше, чем могут себе позволить другие смартфоны. Правда, есть небольшая оговорка – такое видео может снимать профессиональная камера только при хорошем освещении. Так что правило простое – если вдруг захотите посмотреть в деталях, как открывается бутылка шампанского, включите в комнате все лампы и только тогда открывайте. Следящий автофокус для съемки объектов в движении работает превосходно. Снимки действительно получаются очень четкими, даже в темное время суток. За снижение уровня шумов отвечает матрица Exmor RS. Детализацией заведует фирменный объектив G-Lens. Смартфон умеет писать видео 4К разрешение в формате H265, что дает вам Ultra HD видео гораздо более высокого качества, чем в формате H264. Фронтальная камера тут широкоугольная, с углами обзора в 120 градусов. Оборудована Exmor R сенсором, максимальное разрешение 8 мегапикселей, а из фишек – вспышка экрана. Постойте, где-то я уже это видела. Думаю, вы уже догадались, что смартфон, который в состоянии записать видео с частотой 960 кадров в секунду, ну просто не может иметь слабое железо. За быстродействие смартфона отвечает топовый Snapdragon 835 и целых 4 гига оперативной памяти, а графикой заведует чип Adreno 540. С такими характеристиками этому смартфону не страшна любая доступная на сегодняшний день 3D-игра. Быстродействие системы и вовсе на высоте. Для связи с внешним миром XZ1 Compact оборудован всеми современными интерфейсами. Это и Bluetooth 5-го поколения, суперскоростной Wi-Fi с поддержкой сетей AC, чип NFC, который будет полезен в основном для бесконтактных платежей и, конечно, AGPS и GLONASS. Как видите, я не соврала в начале обзора. Никаких компромиссов. Все мы знаем о больном месте каждого мощного смартфона. Да, речь идет о времени автономной работы. Однако XZ1 Compact и здесь показал себя с лучшей стороны. Встроенная батарея объемом 2700 мАч в сочетании с относительно небольшим дисплеем смартфона обеспечивает целый день работы. Конечно, не могу не отметить, что такой результат отчасти заслуга оптимизации энергопотребления в новом Android. Теперь немного дегтя. Да, для большинства этот нюанс покажется несущественным, но лично меня немного огорчило отсутствие беспроводной зарядки. Подведем итоги. XZ1 Compact обладает редким в современном мире сочетанием небольших габаритов и флагманского железа, что определенное является его достоинством. Это практически бескомпромиссный смартфон для тех, кто так и не смог привыкнуть к вездесущим телефонам-лопатам и хочет, как в старые добрые времена, управлять телефоном одной рукой. Камеру этого телефона и вовсе не побоюсь назвать одной из лучших на рынке. Но сами подумайте, какой еще телефон умеет снимать видео 960 кадров в секунду, а в придачу широкоугольная селфи-камера с возможностью создания полноценных детализированных 3D-моделей. К недостаткам можно отнести отсутствие беспроводной зарядки и нынче немодные большие рамки сверху и под экраном. Но действительно громкие и качественные стереодинамики с лихвой могут компенсировать последний недостаток. Если вам понравился этот обзор, то ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе самых вкусных новинок из мира новых технологий. С вами была Катя, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok